Ему 21 год, он учится на модельера-конструктора и уже показал свою коллекцию в Париже. Звучит не правда ли? Игорь Плетнев, учащийся Могилевского экономического профессионально-технического колледжа, несколько дней назад вернулся из столицы мировой моды. Там молодые дизайнеры по специальной программе обмена опытом показывали свои работы. Коллекция Игоря Плетнева под названием «Провокатор без лица» как минимум всех удивляет. Оригинальные задумки уже оценили на мельнице моды в Минске. Екатерина Балукова начала знакомство с молодым модельером вопросом о его европейских модных впечатлениях. Все люди выделяются в Европе, и все образы дополнены аксессуарами, какими-то сумками, интересной обувью, либо босиком. Такое главное впечатление могилевского дизайнера Игоря Плетнева от модного Парижа. Каждый не хочет быть похожим на других. С этого начиналась и история самого дизайнера. Сначала рисунки на футболках, чтобы выделиться, а теперь он уже кроит вещи для своих коллекций. Первая из них появилась год назад. Это была мужская и женская коллекция. Они все были неносимые, авангардные. Цель такой коллекции – шок. В модном мире запоминается эмоция образа, и чем ярче она будет, тем лучше. Шокировать дизайнеру удалось даже своего преподавателя. Вы до этого такие платья видели? Нет, конечно, до этого я не видела эти платья. Как-то там, Игорь говорил, на улице был и увидел каплю, и вот пришла ему такая идея нарисовать коллекцию. Это очень в стиле дизайнеров-художников – искать творческие идеи в капле или тени. А последняя коллекция под названием «Провокатор без лица», удивившая многих на мельнице моды, родилась, не поверите, из трех стаканов. Три стакана стояли один в один, и лицо человеческое, оно разошлось по трем стаканам. Где-то глаза были, где-то два рта было. Ну вот так пришла идея. На куртке нанесен принт, человеческое лицо, плечевая накладка. Как крылья? Да, как крылья. Как бы одна ресница. Многослойность – новый тренд. То, что еще пять лет назад с насмешкой называли «капуста», сегодня стильно. Прямые конструкции вместо облегающих моделей, сдержанные неяркие цвета, а рукавов больше нет. Вместо них модные валаны. Это последняя модная тенденция, сошедшая с парижских подиумов. А мы узнали у молодого могилевского дизайнера, какой он видит моду в будущем. Явно никакого прилегания не будет. Будем свободу носить, свободу как и в легкой одежде, так и в верхней. Мы же даже откажемся от ткани, от каких-то от обычных вещей. Что-то будет из пленочных материалов, либо каких-то из резины, может быть. Можно следовать модным тенденциям и прислушиваться к мнениям дизайнеров. Можно просто носить то, что удобно и нравится. Но в любом случае одежда – это еще и отражение внутреннего мира человека. И, кстати, в планах Игоря Прикнова коллекция маки. Идею ему подсказал Париж. Продолжение следует...